Привет, дамы и господа! Как у вас настроение? Все ли отлично? Все ли прекрасно в вашей вселенной? Сегодня мы с вами беседуем о спиральной модели обучения. То есть это то, что мы используем ежедневно, когда мы что-либо изучаем. Изучаете вы английский, японский, китайский, индонезийский, либо же арабский и другие языки, которые вам только придут в голову. Либо же вы изучаете математику, вы начинаете со сложения, вычитания. Вообще вы начинаете, наверное, с чисел. То есть что такое 1, что такое 2, что такое 3, что такое 0. Вообще объектов, которые имеются, что такое множество, что такое подмножество, что такое инъекция, объекция, сюръекция, логарифмизация, плюс также интеграция, дифференциация. То есть вы постепенно идете от легкого концепта к более большому. И чтобы идти к большому концепту, необходимо повторить предыдущие концепты, а потом повторить предыдущие концепты и изучить новые, а потом еще раз такой круг провернуть. И это вообще применимо абсолютно ко всему. То есть в разработке аналогичным образом в некотором образе также устроены дев-опс. Конечно, там выглядит это в виде вот такой вот штуки. То есть дев-сек-опс тоже, только там еще сек добавляется. Либо же agile, scrum. Они все примерно идентичны в некотором роде. И аналогичным образом в образе RAID X3 примерно точно так же выглядит эта определенная структура данных, которую вы можете рассматривать. Но спираль, она более понятна для тех, кто не шарит в программировании. Они, в принципе, понимают. Ну, спираль там идет вот так вот, как улиточка постепенно. Что она из себя представляет? Представьте слово «я», например, да? «Я» либо же буквы. Наверное, лучше слово. Слово «я». Вот концепт своеобразный даже можно сказать. «Я». То есть дальше вы узнаете только одно слово. Если вы знаете слово «могу», то вы можете сказать «я могу». Потом вы знаете слово «бежать». Вы можете прибавить «я бежать». В принципе, не очень хорошо звучит. «Я могу бежать». Это уже что-то происходит. И чтобы запомнить фразу «я могу бежать», вам необходимо повторить «я» и «могу». Это, конечно, пока что мы говорим о трех компонентах, но как больше их становится, то есть чем больше компонентов становится, тем больше можно видоизменять различные фразы. То есть «я могу бежать», «я могу дышать», «я могу то-то-то-то-то». То есть постоянно вам необходимо, чтобы произнести какую-то фразу с «я могу», вам необходимо повторить «я могу». Чтобы, допустим, «я могу ходить», «я могу держать телефон в руке», «я могу вещать для вас» и так далее. То есть это необходимо добавлять, добавлять, добавлять. И чтобы добавлять, необходимо повторить предыдущую фразу. И чтобы перейти на новый уровень, чтобы вы составили, допустим, предложение, вам необходимо это повторить, допустим, не одно предложение, а два, три, четыре предложения, абзац какой-нибудь составить. Вам необходимо повторить некоторые фразы по сто-пятьсот раз. Поэтому иногда в комментариях пишут, ой, одно и то же, например, мы говорим, хотя сами пишут одними и теми же буквами, например, которые у нас имеются в алфавите, да? То есть, вы понимаете, очень многое в нашем мире, по сути, повторяется, жизнь на самом деле очень повторима, то есть, смотри, это атомы, а внутри там находится Чарм, Стрэндж, Бадом, Тап, Ап, Даун, и также находится Мион, Мион-Нейтрино, Электрон-Электрон-Нейтрино, Тау-Тау-Нейтрино, и также находится Бозон, Бозон-Хикс, и плюс фотончики здесь у нас находятся. Это все, что составляет наш мир примерно, примерно, кварки, лептоны, фотоны и плюс лептоны, это то, что вокруг нас находится, и, по сути, это все перестановки в некотором роде с различными характеристиками, по сути, в некотором роде, возможно, это так и есть, наш мир похож на симуляцию, в некотором роде. Можете воспринимать это серьезно, можете воспринимать несерьезно, это просто мой спич в данный момент гипотетический, возможно, корректный. Ну, по крайней мере, мне видится модель следующим образом, что весь мир наш состоит из атомов мельчайших, даже не атомов, а совершенно мелких частиц, возможно, струн, как говорят в теории, струн. В общем, определенные вещички у нас тут имеются, которые находятся маленькие частицы совершенно, возможно, волны. Тут уже корпускулярно-волновой дуализм подключается. И они, по сути, переставляются различным образом и содержатся в каком-то объекте намного больше, в каком-то намного меньше. И человек имеет возможность их различным образом рецепиировать, то есть воспринимать различным образом посредством альфакторных систем, посредством гаптиковских хептикс, то есть различных тачингов, то есть как-то по-русски называется, осязания, с помощью осязания и также с помощью вкусовых различных рецепторов и также визуальных и аудиальных рекогнишенов, которые у нас имеются. Все, все, дамы и господа, так устроен мир. А все остальное это просто переставлять. Если вам кто-то будет говорить, что, ну, конечно, да, возможно, кто-то более умный, чем я, вам скажет, что что-то устроено иначе, и это действительно не так. Ну, ладно, слушайте этого чела. А вот так, мне кажется, вот так-то устроено, то есть все достаточно легко, но там есть большие циклы, чтобы все-все-все-все-все-все-все-все описать, потребуется большое количество переменных. Если представлять наш мир в виде, в виде прям программы, то есть, что у нас, кстати, все эти частицы, сколько их здесь? Ну, наверное, 2 в какой? В миллиард, миллиардных, миллиардных, миллиардных. То есть 2 в миллиардной степени, 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 в миллиардной степени. Примерно вот такое количество Возможно, для того, чтобы Описать А я не знаю, честно, я не знаю, что составляет В этом мире самая мельчайшая частица Но если предположить, что все состоит Из мельчайших частиц, то они прям должны быть Совсем маленькие И где они хранятся, я не знаю Кто знает, пиши в комментарии То есть Ой, начинали Со спиральной модели обучения Закончили за такую Тему о мироустройстве Часто у меня так возникает Я просто частенько думаю об этом О том, что является самым маленьким Чем-то В нашем мире Я не знаю пока что ответ Догадка есть И она, в принципе, уже описана была В теории струн Но концепт у меня в голове свой По-своему выстроен Как и у вас, в принципе, концепт в вашей голове Свой выстроен, потому что у вас свои ассоциации Со своими объектами, которые когда-либо были В жизни, которые вы когда-либо видели Поэтому вам кажется, что все ваши теории Это ваша теория Но просто они Состыкованы с вашими ассоциациями Это действительно так Это ваша теория Просто Возможно, вы услышали несколько теорий И соединили их в одну Такое возможно И плюс Ваш опыт вам говорит Что это ваша теория Ладно Наполнили вашу чашу головного мозга Различными думами Сегодня я изучал индонезийский язык Ну так, расскажу вам, что сегодня произошло Почитал книженцию Про Тимун Маса Тимун Маса Это огурец Который бегает Также Ну вот, почитал книженцию Немного индонезийский язык у меня насытился Просто Вот о чем я говорил про модель обучения Что часто так бывает Что на начальных этапах изучения нового навыка Вам кажется, что прогресс очень быстро идет Прям очень быстро Прям супер быстро Знаете, почему это возникает? Потому что вы находитесь на маленьких Вот этих вот Спираль идет И вы находитесь только на первых витках А как он увеличивается? Вам кажется, что прогресса вообще никакого нет Но на самом деле Прогресс всегда есть И если вы практикуетесь То он идет всегда практически с одной и той же скоростью Возможно, ускоряется потом По той причине, что когда вы спите Вы тоже обдумываете Что у вас уже имеется в вашем мозге Что вы изучали до этого Поэтому процесс может ускоряться Есть такая закономерность Что когда вы Уже знаете базу То вы, в принципе, и потом И дальнейшие вещи можете намного быстрее изучать Ну, знаете, такую вполне возможность концепцию Что если вы уже умеете составлять предложения То дальше уже вы как-то сами даже можете Придумывать свои слова Потому что у вас есть некоторая база В каком-либо языке Однако, есть же теория, что вот у меня Что ведь можно придумывать свои слова Прям полностью Полностью-полностью Допустим, ты не знаешь, что такое сложение На индонезийском языке И ты придумываешь свое слово какое-то Которое в данный момент является переменной Того концепта, который ты придумал Точнее, того концепта, который ты знаешь уже Допустим, сложение Сложение по-индонезийски очень сложно там произносится Да, что-то перчик это Я не знаю эту тематику на самом деле По поводу сложения И ты можешь заменить ее на другое слово Которое у тебя будет временной переменной До момента То есть темп Темп плюс Да, темп эйдинг Пускай будет И темп эйдинг дат Бахаса Индонезия Да У тебя будет такая Переменная временная И она будет существовать до момента Пока До момента, пока ты не узнаешь Истинное значение Как сказать сложение на индонезийском И У меня такое ощущение сейчас И да И так и происходит И потом ты как встречаешь уже Что такое сложение на индонезийском Ты это слово запоминаешь Но просто очень длинное В индонезийском языке очень длинные слова Прям очень Длиннее, чем в русском иногда И при том в русском очень много заимствованных В индонезийском Точнее заимствованных из латинского языка и из греческого, а в индонезийском их не так много, только в научном обиходе в основном. Очень не похож на русский язык индонезийский, только произношение. Ну и научная аннотация, научные слова различные. Так, я хотел сказать, что когда я начинаю углубляться в различного рода слова, которые больше к девелоперским относятся и data science, то вы наверняка не сильно начинаете понимать, что я вообще о чем веду речь. Это в принципе нормально, потому что в этом направлении развивается не так много людей, 2% населения, а то и меньше нашего земного шара. Это раз. И то они навряд ли смотрят мои видеоролики. Мои видеоролики смотрят в основном те, кто пришли с пародии на голоса. Я делаю предположение, что те, кто смотрят видосы по пародиям на голоса, они навряд ли интересуются различными data science фичами. Потому что если они пришли с пародии на голоса, они вероятнее всего им 12-13-14 лет. 12-13-14 лет это очень малый возраст, для того, чтобы знать много. Хотя есть вероятность. То есть из всей выборки, то есть выборка вот так выглядит, bell curve, то есть наша курва, наша кривая, которая здесь находится, выборка будет примерно, большинство, 60-70-80% будет находиться вот тут большинство, а по краям будут находиться те, кто, возможно, шарит. То есть это прям девиация очень большая, отклонение от большинства, от среднего значения будет очень большое. И вероятность того, что меня смотрят действительно умные люди 12-13 лет, точнее, не то чтобы умные, а те, кто встречался с такими понятиями, достаточно много. Потому что я считаю, что нет такого понятия умный или глупый человек. Возможно, оно имеет СЕХЗ. Но мне кажется, что есть люди, которые посвятили больше времени тому или иному направлению, и они имеют больше паттернов рекогнишена, то есть паттерна распознания каких-либо образов в жизни. Например, если человек занимается музыкой очень долгое время, даже если ему 6 лет, но он каждый день до 6 лет занимался музыкой по 8-16 часов в день, то мне кажется, что он будет к 6-летнему возрасту очень такой крутой музыкант. То есть не сказать им, что прям супер-мега-класс, но на хорошем уровне. То есть если сравнить с человеком, который в 14 лет, допустим, начал заниматься музыкой и всего 1 год посвятил этому, тот 6-летний будет намного круче его. Потому что он уделил больше времени для идентификации и распознания образов, которые присущи музыкальной нотации. Аналогично и с человеком, который посвятил математике, кто каждый день считает и в голове у него только цифры, либо же какие-либо переменные x, y, z, либо же w, v, либо же i, j, k, и также imaginary units, мнимые единицы, и плюс логарифмирование, и плюс выведение из-под корня различных вещей, и также ор, иксоры, норы, ненды, энды, ксноры и прочие из алгебры, логики, стрелки пирса и законы Де Моргана, если у него в головушке в шестилетнем возрасте, то в принципе он будет намного больше, намного круче в этом, чем, возможно, 17-летний человек, который только подготавливается к ЕГЭ по информатике. Например. Это вариант. Такой. И о чем еще? Да, и то, что вероятнее всего, нет такого понятия, как умный, глупый, есть вероятнее всего, с точки зрения только развития мозга, но это уже биология, в плане, это уже возможно, если это действительно так, на уровне ДНК заложено, либо же есть, если верить в теологические теории различные, то это заложено Аллахом, либо же Буддой, либо же Богом, либо же иными различными мифическими существами, которые вполне возможно имеются в нашем мире. Возможно. Либо программистом, главный программист нашего мира, девелопер, разработчик. Вполне возможно, от этого зависит. Либо от ДНК, если конкретно будем рассматривать с точки зрения биологической теории происхождения нас, что мы появились из... ну так скажем, эволюционировали, и в данный момент, возможно, у нас есть некоторая сегментация в нашем мире по уровню знаний. То есть кто-то намного более умный, кто-то менее умный, кто-то в среднюю выборку, в пример... в средний такой человек, типичный, можно типикал, от того, что мы назовем медианой, медианой от всего распределения. Да? И... то есть, возможно, так. Это я... тогда мы можем назвать кто-то умнее, кто-то глупее, но... мне кажется, что нет такого. Вот, смотрите. Вот этот вот человек явно умный. Если вы не заметили, он прикрыл... А! Возможно, нет, не сильно умный. Зачем он прикрепил? А, надо снять. Ладно. В общем, это было отступление. Стендап небольшой для тех, кому за 80... И... Да. И, в общем, да, вот так, мне кажется. Сегодня поговорили мы с вами про спиральную модель. Я планировал только о ней поговорить. Но мы, кстати, еще и другие темы затронули. Это здорово. Пишите в комментариях, что вам хотелось бы еще узнать нового. Что вам объяснить с моей точки зрения? Ну, частично с моей, потому что я все-таки живу, я общаюсь с другими людьми, и часть из них заходит в мою голову, и иногда я считаю это за мои теории, хотя навряд ли они являются моими полностью. Потому что... Но сформулированы мною в данный момент. Это точно можно сказать. Да? То есть... Это интересная вещь про оригинальность. на самом деле. Все в нашем мире оригинально и в то же время не оригинально. Оригинально с точки зрения то, что это происходит в данный момент времени, в данную секунду, в данном положении по лонгитюду, альтитюду, латитюду, то есть по нашей долготе, широте и высоте над уровнем моря, и по времени, и по месту нахождения нашей Земли в пространстве в соотношении с другими планетами. Это происходит уникальное событие. Значит, это полностью оригинальное. И я говорю, в данный момент и мне сейчас я нахожусь в определенном состоянии и плюс мой голос звучит не так, как вчера. Возможно, некоторые частоты отличаются. В этом есть оригинальность. И вы это смотрите сейчас. И ваше тело отличается. И ваше восприятие того, что я говорю, тоже отличается. Это тоже означает, что мой спич оригинальный, мои теории оригинальны. И в то же время это не оригинально, потому что я использую язык, который, в принципе, и слова, на котором все говорят. Следовательно, это полностью не оригинально. Это уже кто-то до этого создал. Однако, я использую свой рот, который полностью оригинальный. Но, однако, он может быть и не сильно оригинальный, потому что он может очень быть похож на вот этого человека, на вот этого человека, на вот этого человека. То есть у нас очень схожи, возможно, тона, и если я могу, допустим, попросить другого человека сказать мои фразы, то он может их повторить, насколько это будет являться оригинальным. Такие у нас теории заговоров, дамы и господа. Conspiracy theories, как говорится. Собственно, спасибо большое за просмотр, желаю вам успехов. Пишите в комментариях, что вы думаете об оригинальности. Мне на самом деле нравятся такие разговоры, вот вообще прям люблю. Мне нравится, просто я редко нахожу человека, с которым могу я побеседовать на такие темы. Именно за оригинальности, за такие, которые я первоначально сказал. Ну, потому что в основном, когда ты встречаешь человека на улице, ты говоришь о жизненных делах, то, что происходит вот с этим столбом, например, либо же вы идете по улице, вы обсуждаете в основном не абстрактные модели, абстрактные с точки зрения не негативного контекста, который встраивается в слово абстрактные, а абстрактные, то, что как математика. Математические абстрактные модели. Например, у нас есть функции. Функцию ты можешь как-то описать. В принципе, ты можешь график нарисовать. Да, это действительно ты можешь описать. Но с точки зрения, например, ты описываешь полет голубя, да, и, соответственно, это абстрактная модель. То есть, как он летит. Да, ты можешь представлять голубя в голове, как он летит, но это идеальная некоторая модель, которую ты формулируешь в своей голове. Это является абстрактной моделью. И об абстрактных моделях мало кто в реальной жизни беседует на самом-то деле. В основном, о чем мы беседуем, это о визуально и аудиально хорошо описываемых и чувственно воспринимаемых вещах. То есть, ой, человек там пошел, человек кто-то сделал. И обычно беседа в реальном мире с людьми, она ведется о вещах, которые мы можем легко представить. И еще она ведется обычно о уникальных вещах, которые происходят. И обычно они являются такого контекста, который в обществе обычно воспринимается как что-то негативное, как будто... Но не негативное даже, а такое... Не, наверное, все-таки уникальные события. Уникальные события с точки зрения не то, что уникальность мы рассматриваем до этого, что все события уникальные, а то, что если мы возьмем выборку из ста событий, то такие события происходят всего два-три раза из ста. То есть, обычно обсуждаются такие вот вещи. при встрече с кем-либо. Ну, допустим, кто-то упал, сломал руку, да? Вот такого типа обсуждается, да? Это может быть рассматривано как негативный какой-то ивент, а может как и позитивный рассматриваться в зависимости от того, что мы получили от этого результата. Но, мне кажется, это больше негативно, когда ты сломал руку. Но там, если ты выжил, и потом то, что ты сломал руку, и ты встретил любовь всей своей жизни, то по-разному можешь трактовать на самом деле. Это, так скажем, уже история трактуется по-разному. Ну, в общем, такие истории обычно обсуждаются, то, что легко визуально представить. Мне кажется, в общем, все в мире хорошо, дамы и господа. Визуально легко представляемые, аудиально легко представляемые, и всякие запахи, и часто еще большинство, по крайней мере, обсуждают такие вещи. «Ой, что-то я там покушал, это поел, пирожки приготовил, ноготочки покрасил» и так далее. То есть, очень бытовые и часто замечаемые вещи. Это обсуждается прямо на раз-два. Абстрактные модели обсуждаются реже. Согласитесь. Спасибо большое за просмотр. Желаю вам успехов. Пишите в комментариях, как вам наш разговорчик был. Хорошо, понравился, что вы поняли, что возьмете на вооружение с точки зрения, что будете применять. А то мало ли протрактуют мое слово иначе. Все-таки многозначные слова используем. И спасибо всем, Май! Развивайтесь! Успехов!